Нет, сначала цель вашего интервью, что вы выбрали, или интервью, или опросы, или антитирование, что вы выбрали. В ходе проведения сервисской акции «Недели на драму» мы решили узнать у жителей города Котласа непосредственно о Депре. Значит, интервью у нас. У нас видит интервью, там 20 человек от возраста их от 14 до 35 лет. Вот. Очное у нас, и интервью у нас личное. Подожди, не иди пока. Да, мы настроимся. А надо говорить, что мы это? А, ну что, твои? Все, все уже в образе. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы представители молодежного центра. Меня зовут Наталья. Меня зовут Анжела. Разрешите, пожалуйста, задать мне несколько вопросов. Хорошо. Скажите, пожалуйста, кто самый добрый на планете для вас личный человек? На мой взгляд, самый добрый — это доктор Эклип. Почему так считаю? Ну... Ведь много персонажей в мультиках есть. Очень добрые. Ну, мне как-то запомнился этот персонаж. Я не знаю, я считаю, что я самый добрый. А кто или что учит нас добрым? Я считаю, родители. Это самое главное, что на жизни есть. И они нас улучшат. Так что, друг. А сколько ты сама добрая человек? Ну, на максимальное количество, мало, там, процент. Я считаю себя доброй. А что за этот день ты сделала такого хорошего, доброго? Ну, я помогла семье, выбрала себе красивый ковер в комнату. Я считаю, как-то посодействовала в своем счастье, в красоте своей квартиры. А планируешь ли ты еще какие-то поступки добрые, как ты планировала? Ну, да. Я как участник волонтерского движения «Смайл» в нашей организации максимально хочу нашему городу сделать добра. Прямо всем нашим горожанам. Так, хорошо. Спасибо. А какую роль в твоей жизни употребляет добро? Ну, самую ведущую, наверное, главную. Как волонтер, я считаю, своей целью какой-то посодействию тебя ассоциируется с тобой. Ну, волонтерство, мне кажется, это какие-то свои качества добрых людей, добро, друзья, семья. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну что ж, давайте анализируем себя. А что у вас все отличное было, да? Нет проблем, ну что-то что-то вы замкли, все, в общем, да? Так, все ли вы сделали, что планировали? Да. Все, выполнили задачу, да? Что, какие у вас были сильные ваши стороны? То есть, что вам понравилось, то, что вы сделали? Вопросы у вас были классные. Вопросы, может, положили человека к себе. Так. Она нас очень внимательно смотрела. Глаза на такие были. Счастливые. Затронули, может быть, тему, которая, ну, опять, приоритетная в ее жизни? Так. Все заботы учили. Заинтересованная была какая-то беседа. Заинтересованность. Интересно было отвечать на просе? Да. Ага. Я не думала, чего отвечать. Ну, заранее. Вот так. Так, чтобы вы улучшили. Ну, вот как мы, чтобы планово так задавать вопросы, как уже немножко много рассеяно. Немножко много рассеяно. Уже знали в голове, какие, например, вопросы не рассеяно. Нет, почему можно сделать и тому, и другому человеку вопросник. Тогда ничего страшного нет. Ну, все равно, что-то так рассеяно. Ну, тут-то просто, видите, здесь такая рабочая обстановка. Там-то вы подготовитесь. Так. И еще что? Чтобы мы улучшили. Все, пожалуйста. Все, пожалуйста. Так, ваши какие предложения будут, девочки? Так, сильные стороны. Алло, алло, алло. Девчонки, давайте. Какие у них были сильные стороны, как вы считаете? Они опять же брали, если они были вдвоем. Какого-то им это... Лучше звучит, да? Лучше, так. Умывались. Тоже? Да. Так, умывались. Доброжелательное отношение. Они были вежливыми. Хорошо. Так, что вы улучшили? Вот это бил. Все вроде нормально было. Давай, под руками, под руками, под руками, под руками. Можно немножко позитива добавить, да? Мне кажется, что вот Наташа перебила тогда Таню, задала ей вторую вопрос сразу. Вот это сразу с упрощением идет. Ага. Так, давайте. Как вас подключало, да? Вот, пожалуйста, мне сказали, что вот первый раз вот при встрече с человеком должна быть добрый день, а у них было здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. вы будете представляться добрый день дождались ответа добрый день нас вы представители молодежной организации orion меня зовут наталья меня зовут анжела давайте с вами познакомимся как ваше имя то здесь и будет легче отвечать задавать вопросы это первое второе ты сначала говорили бы а потом перешли на ты сначала вы спрашивали первые вопросы а как ты относишься как ты то есть если вы это человек незнакомый для вас то лучше не переходить на ты лучше говорить вы дальше продолжать даже у ваш ровесник нет если нет если вы начали говорить на ты тогда на ты говорите добрый день как бы это на вы все таки да и теперь смотри еще вы сначала на вы начали а потом перешли на ты и так получилось что уже надо немножко ухо зарезала немножко а так молодцы вопросы у вас хорошее учение вы сейчас можете кстати вопросы все в кучу собрать и нас завтрашний день уже подготовиться сделать один общий опрос не ну что ж как